В желтом платье с желтыми тенями, стрелки тоже мне приделались, ресницы. Потащук взял 50%. Зачем? Пусть будет 200% потащук. Ой, кто тут у меня сегодня? Чего-то одна была, Владимир. Да что ты, не дождусь. Дай, 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 я хоть присяду. Присядь, присядь. Да лежать как-то совсем неудобно. Перед людьми. Ну да, лежа неудобно. Привет, привет всем. Ну, это здорово вообще. Я всегда здороваюсь, а не когда добрая. Да ладно, когда добрая. Я здесь по 10 раз могу поздороваться. Это тут Зуля, суфлер у меня. Суфлер. Суфлер. Спят мои деточки. Представляете? Я прилегла. Но уснуть боюсь, потому что если я усну, обязательно кто-нибудь проснется. Этот кто-нибудь будет дочей. Сейчас должна прийти массажистка в 2 часа. Жду ее. Серьезно, ждешь, да? Жду, да. Показать вам, что она делает? Я тебя убью пока. Я могу? Я тебя убью. Она очень занята. На свидание собирается. Всем расскажи, давай. Сейчас за ней парень придет. Или приедет, я не знаю. Может на своих, может на коне, может на лямузине. А может вообще сказать, что сама пройдет. А может сама пройдет, не знаю. Нынче время такое, и самой надо ехать. И за него еще платить, может придется. У меня не бывает карандашей для глаз. Пойдется со мной идти к себе в комнату. Давай иди как раз. Вот у меня эта дверь вот в обзоре. Ладно, иди давай. Обзор. Ой, да она тут мне тут стриптиз показывает. Привет всем, кто присоединился. Зуля, тебе привет тут. Да, весело. Тени? Нет, это не мои тени. Это программа такая. Тени у меня такие есть. Но мне их наносить лень. Откуда мне? Такие ресницы мне откуда? Я сегодня вот лазила, ковыряла здесь. Что новенького есть. О, видите? Программа. Сфокусируйся на мне. И вот нашла вот такие тенюшки. Они мне подходят под платье. Прогулки зря не проходят, Зуля. Конечно. Кидается, наверное, тут на мужиков. Со всеми знакомится. Потом расхлебывать мне придется. Да, Зуль? А? Я говорю, прогулки зря не проходят, наверное, у Зули. Я говорю, да, кидается, наверное, на мужиков со всеми знакомится. Я говорю, расхлебывать мне потом придется. Ну да. Привет, Фатима. Машала, ваши детские очень красивые. Спасибо, Айна. Спасибо большое. Накрасить? Ой. Время не бывает. Красить. Что это красить? Накрасить такие тенюшки. Просто такие тени же накрасить не хватает. Там нужно еще другим цветом подтенить, кончики потемнее сделать. Потом надо обязательно межресничку прокрасить и так далее. Одними тенями не обходятся. Блин. Моя честь. Сегодня хотела волосы осветлить, но это вот так называемая моя подружайка. Уходит гулять, меня бросает. Поэтому в следующий раз. Вот. Вечера нет? Вечер тоже есть, но вечером же дети беспокойные. Они вечером не дадут нам ничего делать. Особенно дочь. Спина. Спина моя вот так же, как в тот день, когда ходила к доктору. Ничего не изменилось. От того, что он мне прописал лекарство, мазь, у меня никаких изменений нет. Я ходить могу спокойно, в принципе, сидеть могу. Но если я нагнулась или чуть-чуть пригнулась, когда выравниваюсь, я чувствую боль. Хочу сказать, что от его лечения, от его назначения, точнее, в моей спине лучше не стало. Так и не сделали встречу в Дагестане. Очень стало. Да, не было возможности. То беременная скакала по городу, то в больницах лежала, то, когда выписала с детьми, возилась. Поэтому не было возможности. Последний день собиралась встречу сделать, а потом выяснилось, что это прям последний день моего пребывания в Махачкале. И нужно было собираться. Выглядите супер. Спасибо. Эта программа делает свое дело. Прям супер-пупер стала сразу. И укладка не нужна. Видишь, как сразу волосы красиво смотрятся. Что за программу, блин? Да вот. Ой, нет, тебя же нельзя показывать. Ты что? Ну да, ты хочешь показать мне в таком виде? Да, хочу показать. Прям жаждаю, я смотрю. Как выглядят дома звезды инстаграма? Так. Погода хорошая. Солнышко за окном. Тепло, да. Но утром, как утром, где-то полдвенадцатого мы детей возили в местную клинику, поликлинику на этот. Взвесили их. Рост померили. Я написала, точнее муж подписал отказ от прививок. Потому что они названивали нам постоянно, чтобы мы пришли прививки делать. И был холодный такой ветерок был. Хоть солнце яркое, но холодный ветер. Добрый день, как здоровье? Как ваша мамочка? Рада вас видеть. Добрый день, Найсулу. Здоровье хорошо. Мамочка тоже прекрасно. Всё хорошо. Жаловаться грех. А скажи, пожалуйста, время. Я извиняюсь. Время как я тебе сейчас подскажу? У тебя сверху экрана нет? Не показывает у меня время. Я думаю, он на отвали поставил диагноз. Ну, не знаю. В принципе, он осмотрел меня. Может, он думал, у меня что-то такое простенькое совсем. Мышцу растянуло, как он сказал. Но нет. Видимо, не мышцу растянуло. Или, может быть, на самом деле растянуло мышцу. Но мне это лечение не помогло. Единственное, из того, что он мне прописывал. Болеутоляющий, обезболивающий. Я его не пила. Потому что, ну, не вижу смысла. У меня нет таких невыносимых болей, чтобы пить обезболивающий. Привет из города Ниде. Привет, Оксана. Да, была у меня эпидуралка. Но это не последствия эпидуралки. После эпидуралки у меня была другая боль, которую мне остеопат вылечил. Всем привет. Так. Спасибо за комплименты. То лекарства назначают, они, может, не нужны. Надо правильно диагноз поставить, а потом лекарства написать. Да, еще он мне сказал, что всего два дня хватит лекарства принимать. Таблетки. Я принимала три дня, но толку нет. Дольше принимать не буду, потому что, пока принимаете таблетки, я не могу детей кормить грудью. Все, я вчера вечером последнюю таблетку приняла. Сегодня уже кормила сыном. Вадимчик, привет. Что это за тени на вас? Это программа. Привет. Откуда мне такие холоски? Были бы у меня такие ресницы. Мои главные. Вот они, вниз смотрят. Видите, какие у меня ресницы вниз смотрящие. Вероятно, доктор прав. У многих слабый мышечный корсет. То, что вы носите деток, не значит, что укрепляются. Может, я сама проходила через детство, все пройдет, нужно время. Я надеюсь, не хочу просто так. Вот, я, например, лежала сейчас, привстаю, когда мне больно. Не хочу зря наговаривать на доктора. Ну, пока... Ну, единственное, что я хочу сказать, что изменений до похода к нему, вот после сейчас, нет у меня. Вот единственное, что я могу сказать. Изменений нет. Ну, хуже тоже не стало. За это тоже спасибо, конечно. Что хуже не стало. А могу? А что? Кто я знаю? Ночью вас хорошим, мне ногу спасать. Не подскажете, как на турецком называется процедура ламинирования ресниц. Практикуется ли это здесь вообще? Честно сказать, я даже не знаю, как ламинирование ресниц. Но практикуется. Я не знаю, в турецких салонах делают или нет. Наверное, делают. Но наши девочки здесь делают ламинирование ресниц. Предлагают услуги по ламинированию ресниц. Я была подписана в фейсбуке на одну девушку в измере, которая занимается этим. Даже хотела пойти на что-то. У нас какое-то мероприятие внезапно назначилось. И я отменила поход. Так, почему от прививок отказываетесь? Ну, у меня свои причины на это. В интернете очень много информации. И за, и против. Почитайте. Я не хочу эту тему больше отвечать. В этом и после рода почти у всех болит спина. У меня тоже она болит. Ах. После родов тоже болела. Через месяц опять прошла сама. Ну, у меня нет. У меня прошло после остеопата то, что было после родов. Это другое. Это появилось, когда сына на руках держала. Всем-всем привет. Можешь все-таки МРТ потребовать? Вы требовать? Я так и буду делать. Следующий поход я буду требовать именно МРТ. Привет из Одесская области. Очень красиво и хорошего дня. Привет. Спасибо, Юлия. Привет из Крыма. Катя, привет. Здоровья вам, Патима. Спасибо большое. Очень похоже на смещение позвонков. Да нет. Да нет. Смещение позвонков не может вообще практически шевелить нормально. Кирпик ламинав турецкий салон тоже делает, измерит тоже. Ну, и вот видите, подписчики ответили. Зуля, выучила немного слов по-турецки. Как она общается на рынке? Беру молча. Ну, что мне надо. Беру молча, все, что мне надо. Спрашиваю цену, если нету. А как ты спрашиваешь цену? Некодар. Некодар, она спрашивает и берет сколько надо. Вы знаете, первое время я язык вообще не знала. Даже то, что понимала, я не произносила. Я практически первый год, наверное, не произносила турецкий. Вот такие, типа, здрасте, до свидания, Некодар. Все. Один, два. Такие слова произносила. Фразы не произносила. Хотя я их понимала. Как-то мне было непривычно. Потом начала произносить. Но я на рынок ходила, в магазин ходила. То, что мне нужно, я показывала, сколько чего и говорила. А так Google переводчиков. Чувствую, что нет. Это кажется, что так очень сложно. Но нет, тебя люди все равно... Кто хочет тебя понять, он тебя поймет. Кто не хочет тебя понять. Даже когда ты разговариваешь, понятно, на турецком языке, он будет тебе говорить, это в основном женский полместный. Магазин. Ты что-то у них спрашиваешь, они такую дурочку включают, типа ты такая тупня, вообще говоришь неправильно. И такой... Я, честно сказать, в ответку им то же самое делаю. И сразу начинают понимать. Почему все турчанки красятся в блондинок? Да нет, не красятся все турчанки в блондинок. Очень много турецких женщин со своим красивым цветом, который даже красит. Не надо. Волосы у них просто шикарные. И у мужчин. И у мужчин тоже. Ребята идут с длинными волосами. Мой муж исключение. Он в маму пошел, у мамы там полузусая голова. Полуза? Но мужчина здесь быстро лысеет. Вот с макушки, как мой супруг. Вот я замечаю, в городицу ходишь, смотришь, почти всего здесь вот на макушке лысые. Очень быстро почему-то лысеет. Может, из-за солнца? Не знаю. Доброго дня. Согласно, с девочками МРТ бы не помешала. Сама мучила спиной, грыжи. Правильно поставить диагноз. Самое главное, то будете зря таблетки глаз за всех благ. От Симон, добрый день. Скажите, в Турции много женщин водят машину? Здравствуйте. Да, много. Ну, конечно, не 50 на 50, 50 процентов женщин, 50 процентов мужчин, но процент большой, немало. Так, у меня за с вами какого-то болела поясница и живот. Сделали несколько лапароскопий. Оказалось, болит мышца внутренняя, и она дает такие боли в живот и в поясницу. Господи, оказывается, так сложно. Просто пустая диагноз выяснить, что это. Так, ага. Ой. Сколько времени, не посмотрел? Нет. А, 48. Закрой на эту штучку с кисточками, чтобы на них пыль не собиралась. Что-то там рассыпало хоть. У тебя не блестучие, да? Не знаю. Не здесь. Это хрюша, клянусь. Так. Зулечки, привет. Вот у меня тоже болит. Так же вставать, выворачиваться больно. Делаем МРТ, защемление, мануальчик поправил. Но ненадолго, пока не подняла тяжесть. Господи, получается, у каждого второго человека у нас больная поясница. Ну вот, а ты говоришь, вот у нас дома какая-то спиной домой. Но у меня вот до родов, пока не родила, не было ничего. После родов у меня куча болячек начала вылезать. У меня родов не было, беременности не было. Я не знаю. Беременности не было. Всем привет. Люблю смотреть на малышей. Такие солнышки. Спасибо за видео. Всегда смотрю. Спасибо, Наталья. Так. Да, у турчанок волосы шикарные. Есть такое дело. Волосы, ресницы у них очень хорошие бывают. Ну, есть, конечно, исключения. Например, у моей заловки волос очень редкий. Но это в маму у них. Ресниц тоже таких шикарных нет. Ну, есть исключения. Но в основном красивые волосы, густые реснички, брови. Это у них есть такое. Турчанки не любят приезжих. Мы же их, мужиков, забираем. Причем тут это здесь как бы не обсуждалось. Мужчины все на одно лицо с бородой и с вами вакенбарцами. Водительские права. Нет у меня водительских прав. Я собиралась пойти учиться водить машину. Но вот как-то пока не получается. У меня дочь очень беспокойная. Беспокойная, капризная. Вы делали лапароскопию, когда планировали беременность? Я делала лапароскопию давным-давно. Здравствуйте. У вас после родов изменился гормональный фон, месячный и т.д. С менструацией все так же, ничего не изменилось. Не знаю, я не замечаю, что что-то изменилось. Единственное, волосы у меня очень сильно падали и ногти ломали. Сейчас уже волосы не падают. Но я стала нервной. У меня такого не было. Я стала нервной быстро. Меня все раздражает. Мелочь, на которую я бы нормально в обычной жизни никогда не обратила внимание, меня начинает раздражать. Когда у вас день рождения? День рождения у меня в июле месяца. У нас вся семья родилась в июле. И муж, и я, и дети. Пересматриваю ваши видео, готовлю по вашим рецептам. Когда это было? Когда-то я готовила. Жуля, тебе не надоело жить в Турции, спрашивают? Очень надоело. Помочь хотят? Очень, говорит, надоело. Помочь, говорит, хотят. Хотим, выздоравливайте. Спасибо большое. Эфир сохранить? Если смогу, сохраню. Тоже после рода болела, только зарядка помогает вспомнить китайских бабушек. У меня после двух родов регулярно поясница также болит 2-3 раза в год. Такая история. Хотя уже 10 лет прошло. Когда укрепляем мышцы спины, занимаюсь в патриоте, либо бассейн регулярно улучшит. Это к тому, что они спрашивают не в магазине, если видите, что-то не тучанка. А, я уже даже забыла об этом. Ну, возможно, знаете, один раз была такая ситуация у нас в магазине. Я была со Светой в магазине, не помню, это в Атсонсе там был, или Гратис, ну, где-то такое, где косметика, вот это все, уходовые средства продаются. И там была продавщица. Она люто ненавидела украинок. Оказывается, это потому, что у нее был жених, именно жених, не парень. И он ушел к украинке. Вот поэтому она люто ненавидела всех украинок. Но она хотя бы разбирала, что украинки и русские, это разные. Что большая редкость. Здесь для всех, а здесь для них в основном мы все, кто говорит на русском языке, то это и есть русский. Зулечка, у вас прекрасная подруга, жаль, у меня нет такой подруги. Зулечка, тут тебя в подруге хотят. Так, какого июля? У меня 16. Зуле, привет, что она там сидит, хоть пицца, можешь выпить, познакомиться. Что-то я не поняла вообще. Я спасаюсь с пластыром перцовым или с Алиэкспрой, зеленый стигром. Только врачи прошло лечение, но только это временно. А что за пластырь стигром? Он для чего? Можно эффекты убрать. Я поставила эффекты для того, чтобы его убирать, он мне не мешает. Ватима, здравствуйте. Когда будет видео, вопросы, ответы? Здравствуйте. Будет как только у меня будет свободное время, настрой, я же просто так взбалдать, ничего делать, так надо снять видео, не сажусь, снимать, не должна настроиться, мне должен быть настроение, чтобы снять именно это видео. Ватима, у вас чудесные детки. Спасибо. Я по гороскопу рак. У меня тоже был аналогично со спиной, подняла коляску, помог в массаже и в правлении врачом-неврологом. Готовлю чечевичный суп по вашему рецепту. Всем очень нравится. Вдруг мужа, турок оценил на 5 с плюсом. О, как приятно. Кажется, я что-то еще в этой жизни умею. Не только мазюк от лицо и держать телефон. Зуля, привет. Очень хорошая девушка и добрый человек. Счастье ей. Спасибо, Юля. Она тоже вам привет и дала. Зуля, приветик. Что она там сидит, что она сидит там хоть замуж, пусть выйдет. В смысле там хоть замуж, пусть выйдет. Замуж что, хоть выходят от безыхода, исходности? Человек жизнь проживает. Я не знаю, такое ощущение, что у женщины главная цель, точнее, единственная цель в жизни поскорее бы выйти замуж. И как бы пофигу за кого. Главное выйти. То моя дочь привет ждет от вас. Так, вот я предыдущие пропустила, видимо, чья-то дочь ждет привет, но я не знаю, кто это, что это. Еще раз напишите, пожалуйста. Я пропустила сообщение. Прямой эфир. Есть вопрос-ответ. Так, от боли помогает, спасает. Попробуйте. Скиньте, пожалуйста, мне ссылку, если не сложно, вот в директ на этот тигровый пластырь. Я просто никогда не видела его там. Может, не обращала внимания. Сейчас, сейчас, Фатима, как вы относитесь к бассейну где-то кладить туда? Я бы... Я прекрасно отношусь к бассейну, но мне нет возможности где-то кладить бассейн. Мне их на улицу вывести целая проблема. У нас головная боль бывает, чтобы детей собрать на улицу. Может, чуть позже, когда... Ну, когда потеплеет, я, может, буду водить. Когда их одевать, куда-то не нужно будет. Приветствую вас, Фатима. Как там, Зуля? Не скучно ей в Турции? Зулечка, тебе не скучно в Турции? Да, очень скучно в Турции. Ты мне сейчас детей разбудешь своим ором. Очень, говорит, скучно. До сих пор ещё здесь ходишь полуголая, да? Вот она мне тут срепсиз показывает. Видишь, какие? У меня жёлтые были. На тебя сработает программа, интересно? Ну, чё, у меня нету ничего. Есть, но не видно. Вот сейчас видно жёлтые. Ну, у меня красные. А, вот жёлтые. Вот, вот. Нет, у меня не такие. Так, всегда уделяюсь вашей спокойности, поражаясь вам. Только получится у вас этому мужу потрясающе. Да, да, у меня получится, Анна, я успокоюсь. Последний месяц я очень раздражённая. Даже мой муж от меня получает люлей, которые никогда не получала. Я тоже. И Зуля тоже, конечно, да. Все вокруг. Спасите, помогите. Ну, я быстро отхожу. Это её единственный плюс. Да. Я фыркнула, сказала, и всё, через пять минут, как будто ничего не было. За это я её и люблю. Так, Сватимочка, привет тебе из Зулечки. Очень нравится готовка Зули. Она большая. Молодец. Семь бы таких подруг. Да, готовит она вкусно. Иногда может, правда, пересолить или переперчить. Но вкусно. Я перец просто не люблю. Ну, у неё блюда бывают, знаете, не пресные такие, а вот такие прямо вкусные, насыщенные. Она здесь стоит, поэтому приходится мне так говорить. Так. Я спасаюсь с пирсовыми пластырями. Корсетом обязательно попробуйте, станет легче. Корсет с металлическими стержнями. Да чего пристали к Зули, какие её годы выйдет замуж, когда время придёт. Пусть гуляет, успеет ещё. Ну да. Всем я замуж просто хотят, надо я пришёл. А что ещё двух часов нет ещё, да? Недели. Приехать. Моя массажистка должна прийти. Не всегда, иногда она приходит вовремя. Так, Ватимочка, привет. Как у вас проходил токсикоз? Поделитесь опытом. Включал суп. Нет, какая-то другая. Мне ничего не помогало. Я пробовала всё. У меня тошнота не проходила ни от чего. Ну, гуляла, да, с этой тошнотой. Гуляла раз в неделю. Ну, с тобой не раз в неделю гуляли. Ты что говоришь? После пяти месяцев это не токсикоз. А что это было? Это так! Ой, пришла, наверное. Я должна за Зулей ходить и здесь свет выключать. Вот бы как на неё не нервничать. Как? Господи, у меня же это варилось! Ой, цветная капуста! Вот я куша. Хорошо на медленный огонь поставила. Не пожарилась ещё? Деткам при корму цветную капусту у него. А, нет. Нормально. Ладно, девочки, закроюсь. Наша массажистка тоже пришла. Пришла, посмотрю, кого из детей можно привезти на массаж. Они у меня спят. Сейчас я покажу вам. Сейчас я покажу вам. Вверх доставил? Они спят оба. Что делать, не знаю. Ничего, посидим, чаю попьём туда. Ладно, закрываюсь, мои хорошие. Чё встала? Они оба спят. Ты чё, показывала? Да, тебя показывала.